МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости премиуси в студии Инна Костромина. Очередное пландерное совещание прошло в понедельник в районной администрации. Завершился вокальный конкурс «Голос премиуси», который проводила Русская радио. На этой неделе состоялось награждение победителей. Апрелю была посвящена юмористическая концертная программа, прошедшая в районном Дворце культуры. И теперь более подробно о событиях этой недели. В понедельник в администрации Матвеево-Курганского района состоялось очередное пландерное совещание. О том, какие вопросы рассматривали и решали руководители на этот раз, рассказывает наш корреспондент Галина Запорожцева. В начале пландерного совещания глава района Александр Рудковский поздравил всех присутствующих с большим христианским праздником – Благовещением. После этого приступили к обсуждению насущных вопросов. Главный врач Центральной районной больницы Сергей Василенко призвал глав сельских поселений обработать традиционные места отдыха от клещей. Я напоминаю, Крымская геморрагическая лихорадка к нам приближается. Большое количество клещей уже заражены. Поэтому я еще раз ко всем обращаюсь к главам сельских поселений. Борьба одна только – обработка мест отдыха. Большое внимание руководители района уделяют воспитанию подрастающего поколения. Речь шла об усилении патриотической работы и возрождении норм ГТО. Мы в эту работу включимся и уже в сентябре, я думаю, что будут у нас и значки, и нормы, которые утверждят, и наши дети будут показывать достойные в этом плане результаты. А то, что мы сегодня двигаемся в этом направлении, я хочу сказать, что открывая спортивные клубы, открывая, в общем-то, секции, сегодня идет подготовка, чтобы открыть дополнительные секции в районе элеватора на базе школы искусств. Там есть площади, которые нам сегодня позволяют это сделать. Это и развитие дальше Староротовки, там, нашей школы спортивной, которая сегодня есть. И тот стадион, который мы сегодня будем, опять же-таки, делать благоустройство. Там и трибуны ставить, и души душевые делать, чтобы это все работало. Вот, и ограждать. И сегодня выделены две с половиной ставки на центральный стадион, чтобы у нас было место, куда могли люди приехать и принять гостей, и провести какие-то районные мероприятия. Это все мы будем делать вместе, коллеги. Глава поблагодарил присутствующих за работу, одним из показателей которой является уменьшение числа обращений граждан по сравнению с прошлым годом. Поверьте, сегодня мы настолько расширили спектр обращений, и как можно достучаться, что, наверное, этого не делали никто до нас. Почему? Потому что сегодня губернаторам Васильевичам дано поручение и открыты сайты, где можно просто обратиться сразу на сайт, в министерство любое, дать оценку любому чиновнику, начиная от главы и заканчивая там начальником какого-то отдела. Понимаете? Но плюс к этому и телефон горячей линии, и сайт наш, который открыт для доступа, и мы работаем с этим ежедневно, и те письменные и устные обращения, которые в таком формате бумажном, они отрабатываются. На планерном совещании шла речь и о повышении уровня жизни сельских тружеников. Выполняя указы президента Майске, мы сегодня подняли заработную плату на достаточный, я считаю, уровень для сегодняшнего дня, что культура, работникам культуры, здравоохранения и образования. Я сегодня хочу сказать, что надо, чтобы сельхозтоваропроизводители хотя бы приблизились к этим. Понятно, что сложно, понятно, что все непросто. И, к сожалению, наверное, многое зависит, еще раз говорю, даже от того желания контактировать. Всех присутствующих ознакомили с графиком ближайших мероприятий. 11 апреля состоится районный субботник, 12-го – областной день древонасаждений, 14-го апреля – районный день призывника. На конец месяца запланированы пожарно-практические учения. В конце планерного совещания Александр Рудковский поделился впечатлениями от участия в Первом Всероссийском съезде депутатов сельских поселений и какие вопросы там решались. Мне кажется, это знаковое событие, которое в какой-то мере существенно изменит вектор приложения усилий правительства России для развития и улучшения жизни на селе. И самым, наверное, ключевым вопросом, коллеги, я скажу, было то, что рассматривался вариант, или, как сказать, предложение развития села именно по схеме следующей. Если у нас, допустим, сегодня Министерство сельского хозяйства занимается сельским направлением, Министерство образования, образованием транспортно занимается дорогами, было внесено предложение, чтобы при Министерстве сельского хозяйства было создано направление, которые бы занимались сельскими дорогами, образованием сельским, здравоохранением сельским. Глава рассказал об общих направлениях, по которым работал съезд и о том, какое предложение он внес на рассмотрение одной из секций По поводу вернуться в связи с нехваткой денежных средств, а проблема дорог, она очень важна Вернуться все-таки и упростить подходы к реконструкции или ремонту дорог, которые сегодня требуют и оборюривания, и тротуары, к сметам То, что раньше позволяло сельским поселениям двигаться в это направление, делая за 60-80 тысяч смету И по этой смете нам могли построить, отремонтировать дорогу с твердым покрытием, и проблем с этим не было Галина Запорожцева, Андрей Лунев, телекомпания «Премиусия» В район администрации в режиме видеосвязи состоялось и совещание с участием предпринимателей На заседании речь шла о необходимости представления декларации об объемах розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей непищевой продукции За искажение информации, нарушение порядка и сроков при декларировании оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции предусмотрено наказание Должностные лица заплатят штраф в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, а юридически от 50 тысяч до 100 тысяч рублей Подведены итоги работы муниципальных образований с молодежью за 2013 год Сектор по молодежной политике администрации Матвеево-Курганского района на пятом месте в рейтинговой таблице И это, кстати, в «Премиусе» самый лучший результат Неклиновский район на восьмом месте, Куйбышевский на одиннадцатом Принимались во внимание все направления работы с молодежью Это объем финансирования молодежных программ и волонтерское движение Наличие молодежного патруля, участие в акциях, конкурсах, форумах, которые проводит Комитет по молодежной политике А также реализация федеральной целевой программы «Жилище по обеспеченности молодых семей жильем» Всего экспертной комиссии учитывались 36 показателей По 25 из них Матвеево-Курганский район получил максимальное количество баллов В Матвеево-Курганском районе завершился вокальный конкурс «Голос премиусе», который проводила «Русская радио» В районном Дворце культуры состоялось награждение победителей, которыми стали Олеся Горлачева и Елизавета Лосавская Победительниц поздравили радио-диджей Максим Джиреджи и редактор русского радио в поселке Матвеево-Курган Светлана Борцова Ну вот наконец-таки закончился конкурс «Голос премиусе» Объявили мы его еще давным-давно, той осенью, в прошлом году Ну слава богу, снег ушел, вы растаяли и наши чувства к вам стали еще больше и больше Для меня нет проигравших, для меня нет выигравших Большое спасибо, что вы у нас есть Я очень удивлен, что в нашем Матвеево-Курганском районе есть такие пока еще маленькие звездочки Но маленькие лишь вы только потому, что вам еще не очень много лет Я желаю вам больших творческих успехов, всего самого-самого хорошего, всего самого-наилучшего И пусть ваши голоса будут все более и более певучими и красивыми Ну, благодаря активности слушателей у нас получилось, ну практически, грубо говоря, два победителя Потому что и Олеся, и Лиза набрали потрясающее количество голосов То есть у вас много было ваших поклонников, людей, которые вас поддерживали И поэтому мы утверждаем как бы два приза Это приз-победительница, это Алиса Горлачевой И мы вручаем тебе микрофон, Алиса Спасибо И вот тебе диплом Вот второй, можно сказать, победительница Елизавете Лославской Мы вручаем наушники Очень красиво, наушники, Лиза И вот тебе диплом Значит, девочки, вам еще раз хочу сказать большое спасибо за ваше участие За то, что вы все-таки решились принять участие в этом конкурсе Как видно всем, что не зря вы приняли в нем участие Поэтому я желаю вам новых стартов и новых ярких побед Первый голос премиусия состоялся Редакция Русского радио будет продолжать этот конкурс и в будущем Для выявления талантов среди наших земляков Которые нужно поддерживать и развивать Особенно это касается молодежи Победительницы конкурса высказали свое мнение о его организации и проведении Ну, конкурс, конечно, всем огромное спасибо организаторам Конкурс просто великолепный, можно так сказать, чудесный конкурс Мне очень понравилось в нем участвовать Это еще одна ступень повышения, можно так сказать Это очень приятно, очень круто Можно, я не знаю, как сказать Мне очень понравилось участвовать в этом конкурсе Я желаю этому конкурсу продвижения Чтобы этот конкурс рос вместе с нами И чтобы больше людей участвовало И, конечно же, я буду стараться участвовать в таких конкурсах подобных И продвигаться дальше Конечно, я присоединяюсь к словам Олеси Спасибо огромное всем организаторам, которые организовали этот конкурс Мы показали себя, о нас узнали, нас услышали Ну, да, это была ступень в нашей творческой, можно так сказать, жизни В наших начинаниях Спасибо всем огромное Сергей Зыков, Андрей Лунев, телекомпания «Премиусье» А недавно в районном Доме культуры состоялась эмористическая концертная программа Посвященная самому веселому месяцу в году – апрелю Привет, привет, столица Майорганского района Здравствуйте, родители, близкие, друзья, просто знакомые Итак, ребята, девчата У нас сегодня концерт посвящен, как вы понимаете, дню смеха Который уже прошел, но весь апрель никому не верит Концертную программу открыло выступление младшей группы Известного в районе танцевального коллектива «Стендап» Субтитры создавал DimaTorzok Основной состав этого коллектива представил на суд зрителей «Новые танцы» Кстати, эту интересную композицию ребята собираются показать на международном конкурсе Который скоро пройдет в Санкт-Петербурге ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На сцене Дома культуры выступил недавно образовавшийся квартет С многозначительным названием «ИА» Ребята шутили изо всех сил И пусть некоторые моменты надо еще отшлифовать Артистический талант юных юмористов очевиден Вы Маша, вы видите, Маша тонет в болоте Давайте, что там? Я Витя О нет, помогите, я тону, я тону Помогите, нет, спасите, помогите Кто-нибудь Кто-нибудь спасите Витя Маша, не тони Не тони, Маша Все будет хорошо Ну как не тони, на болоте тонет Как может быть все хорошо? Все будет хорошо, Маша Главная задача мероприятия – поднять всем настроение Устроить маленький праздник В конце концов, заставить улыбнуться Песня К сожалению, те, для кого был организован и подготовлен концерт Представители молодого поколения Его проигнорировали Зал был почти пустой У одного из организаторов Аврельского концерта Ксении Гапоненко на этот счет свое мнение Мне кажется, здесь была недостаточная информированность молодежи То есть, обычно мы информируем только в социальных сетях Но не все, мне кажется, сидят там, находятся И могут прочесть данную информацию Прийти на какое-либо мероприятие То есть, мне кажется, в следующий раз мы будем уже информировать более качественно И не только в интернете Галина Запорожцева, Андрей Лунев, телекомпания «Премиусия» Сейчас хочу обратить внимание всех телезрителей Администрация Матвеево-Курганского поселения Убедительно просит навести должный порядок на прилегающую территорию к своему домовладению А также в местах захоронения своих родственников на гражданских кладбищах Это касается и жителей хутора Колесникова Субботник состоится 12 апреля в 10 утра Жителям Колесникова сбор возле сельского дома культуры И последняя информация В 2014 году планируется ввод в эксплуатацию новых детских садов В поселке Матвеев-Курган и в поселке Крынка Администрация Матвеево-Курганского района Объявляет конкурс на лучшее название для этих детских садов Информационную поддержку конкурсу оказывает группа «МИУС-Медиа» Варианты названий детских садов Присылайте в СМХ-сообщениях на короткий номер 5522 Кодовое слово «МИУС» пробил и ваш вариант названия Это была последняя информация минувших дней О том, как будут развиваться события дальше Вы узнаете в нашем субботнем выпуске Эти и другие новости ищите на нашем сайте МИУС.Инфо До свидания